Здравствуйте друзья. Одним из самых ходовых устройств для умного дома, несомненно, являются настенные выключатели. Ассоциируются они в первую очередь конечно же с освещением, однако управлять могут чем угодно, конечно же в пределах своей мощности. И сегодня мы поговорим про ZigBee выключатель Akara D1, а именно его двухклавишную версию без нулевой линии, ее возможностях и работе в различных системах управления умным домом. Модель Akara D1 QBKG22LM. Тип 2 канала без нулевой линии, интерфейс ZigBee. Мощность нагрузки минимум 3 Вт, максимум 800 Вт на канал, всего 1600 Вт. Размеры 86 на 86 на 42,85 мм. Тип подрозетника квадратный, рабочая температура от 0 до 40 градусов, рабочая влажность от 5 до 95%. Поставляется устройство в классической для Akara белой картонной коробке, с фотографией выключателя и голубым логотипом производителя. Все ключевые подписи сделаны на китайском, это не глобальная версия продукта. Заглянем внутрь, лишнего пространства, как в коробках глобальных версий тут не найдется, все упаковано довольно плотно, но никаких повреждений пересылка не причинила. Это все что нашлось в коробке, минимальный необходимый для установки и работы комплект, в который кроме выключателя, входит еще небольшая инструкция на китайском языке и пара винтов для установки в квадратный подрозетник размером 86 на 86 мм. Несмотря на то, что D1 весьма напоминает первую версию выключателей, пара отличий бросается в глаза. Это тонкая окамеляющая клавиши рамка и перенос светодиода в активности с нижнего торца на фронтальную часть. Задник рассчитан на квадратный подрозетник и в привычной нам круглой не станет. Но есть еще вариант вырезать углы в круглом подрозетнике, тогда задник туда поместится и закрепить шурупами прямо к стене. На этом выключателе три контакта, одна входящая и две исходящие фазы. Для его работы, хотя бы на одной линии должна быть подключена нагрузка, минимальная мощность с которой он может работать это 3 ватта. Верхняя крышка с клавишами держится на защелках, чтобы ее снять, нужно поддеть снизу при помощи чего-то плоского, например старой банковской карты. Еще одно отличие от предыдущей версии, использование нажимных резиновых кнопок вместо ломающихся навесных рычагов. Это существенно повышает надежность. Подключение очень простое в разрыв фазового провода. Вход подается на контакт L. Выходы на нагрузку, 0 который подведен отдельно, это L1 и L2. Это стандартная схема подключения в подрозетниках, 0 в которых встречается не часто. Для работы достаточно и одной нагрузки на любую из линий. При замкнутом реле светодиоды на фронтальной части светятся синим, что не очень удобно при классической схеме работы, потому что в темноте выключатель не видно. Зато в работе с умными светильниками, когда питание подается постоянно, а клавиши переведены в логический режим, про это я расскажу чуть дальше в обзоре, все как должно быть. Логическую часть начнем с родного приложения Acara Home. Находим выключатель в списке устройств, хотя можно отключить совершенно любое зигбе устройство в списке. Указываем шлюз, у меня это Acara M2 и зажимаем клавишу на выключателе. Далее идет выбор названия для выключателя, комнаты в которой он находится и значков для клавиш, которые будут отображаться в плагине. После этого выключатель появится в общем списке устройств системы. В его плагине доступно управление каждой из клавиш, которая работает параллельно с физическим управлением. Если канал включен, он будет подсвечен. Внизу находится меню управления таймером. Таймер доступен для каждого из каналов выключателя отдельно. По истечении заданного промежутка времени, до суток, состояние канала будет инвертировано в зависимости от текущего состояния. Меню настроек, в которое можно попасть, нажав кнопку в виде трех точек справа сверху. Тут есть несколько интересных возможностей, которые мы с вами рассмотрим. Например, это уровень качества ZigBee сигнала к шлюзу. Переключение в режим беспроводного выключателя. При его активации реле выключателя перестают реагировать на нажатие клавиш. По сути, устройство превращается в две отдельные сущности. Двухканальное реле и двухклавишный выключатель. Это, например, дает возможность постоянно подавать питание на умный светильник и управлять им клавишей через автоматизацию. Либо одной клавишей управлять обычной люстрой, а вторую использовать в логическом режиме. В меню инфо на главном экране можно не только изменить имя и значок для каждой из клавиш, но и настроить сигнал тревоги в зависимости от ее состояния или события. Для каждого из каналов доступны следующие опции. Включилась-выключилась и включена-выключена. Первая пара это событие, второе состояние. Также можно задавать время работы сигналов тревоги, когда наступает установленное время, система проверит либо состояние выключателя, либо будет реагировать на установленное событие. Пример. Круглосуточный сигнал тревоги на событие, правая клавиша выключилась. Это даст возможность отследить, например, сбой работы автоматизации. Также доступна опция push-уведомления от приложения. Пример сработки тревоги. Приложение отправляет на смартфон уведомление. В общем списке карточка устройства подсвечивается выбранным цветом, в журнале фиксируются события тревоги. В автоматизациях выключатель может находиться и в секции если это триггеры и условия, и тогда это действие. Для первой доступно 11 опций. По два события и два состояния на каждую клавишу, а также три варианта нажатия для логического режима работы. Для секции тогда 6 действий включить, выключить и переключить состояние для каждой из клавиш. Здесь нагляднее покажу разницу между событиями и состояниями. На первом слайде самый базовый сценарий, в котором действие безусловно происходит по событию однократного нажатия на клавишу. На втором и третьем слайде действия автоматизации могут быть разными при одном и том же событии нажатия на клавишу, так как в них еще проверяется состояние реле включено или выключено. Это дает больше гибкости в сценариях. В Apple HomeKit устройство залетает автоматически, если в него добавлен управляющий выключателем шлюз. Название транслируется то же, что и в Acara Home. Определяется как двухклавишный выключатель. Скорость работы моментальная. Но помним, что для полноценной работы Apple HomeKit нужен домашний центр автоматизации. Это или Apple TV версии не ниже четвертой, или колонка HomePod или HomePod mini или iPad. Правда с последним, не самая лучшая стабильность работы автоматизации. Автоматизации Apple HomeKit можно использовать параллельно с автоматизациями Acara Home. Например, использовать события ухода и прихода домой. И, например, отключать ненужное освещение или электроприборы, когда никого нет дома. Также Apple HomeKit даст возможность управлять проброшенными в него устройствами при помощи голосового помощника Siri, что тоже может быть весьма удобным. Так как часто спрашивают о совместимости с шлюзами, в Mi Home я добавил выключатель из полного списка устройств. И как видно в этом перечне, шлюзы второй и третьей версии, которые могут работать с линейкой выключателей Acara D1. Сам же процесс подключения точно такой же. Я выбрал шлюз Xiaomi третьей версии, чтобы заодно проверить его интеграцию в Home Assistant. После добавления устройство отобразится в общем списке, из списке дочерних устройств управляющего шлюза. Плагин управления в целом напоминает своего родственника из Acara Home, чуть другое графическое оформление и вниз вынесено не меню таймера, а меню автоматизации. А таймеры перекочевали в меню настроек, логика работы тут такая же. Также тут есть возможность изменить значок на каждой из клавиш, а при желании значок плагина можно вывести прямо на рабочий стол смартфона. Также можно изменить для каждой из клавиш имя и локацию, например если они управляют светильниками в разных комнатах. И конечно тут тоже присутствует настройка, которая отвязывает клавиши от управления реле, переведя их в режим работы беспроводного выключателя. В автоматизациях Mi Home, выключатель тоже можно помещать в разделе триггеров и условий IF, и разделе действий THEN. Но в стоковом приложении на дату обзора, доступны только логические события одиночных кликов, а события из состояния реле, они на слайде с тильдой, только в модифицированном Mi Home отвес, ссылка в описании. Так что в этом Acara Home превосходит стоковый Mi Home. Действия же идентичны. Перейдем к интеграции в Home Assistant, первый метод через интеграцию Xiaomi Gateway 3 от Alex IT. Собственно ради этого я и подключал выключатель к этому шлюзу. Сразу же после подключения пришло уведомление о новом устройстве. И оно появилось в списке устройств интеграции. Кстати, я лично использую этот шлюз для проброса в Home Assistant данных с Bluetooth устройств экосистемы. Новое устройство содержит три сущности. Сенсор Action, которые будут транслироваться все нажатия на клавиши и двух реле. Логических событий тут пять. Три варианта одиночных нажатий на каждую клавишу по отдельности и две одновременно. И два варианта двойного нажатия, только на клавиши по отдельности. Других событий мне воспроизвести не удалось. Следующий путь интеграция ZigBit to MQTT. На данный момент в ней поддерживается вся линейка выключателей Acara D1. Включаем режим подключения новых устройств, переводим выключатель в режим сопряжения и, после прохождения интервью, устройство добавляется в систему. Что интересно, здесь он отображается как роутер, хотя не имеет нулевой линии. Прошлая версия всех безнулевых выключателей определялась как конечное устройство. А этот даже на карте сети с синей роутерной связью. Правда, я не замечал, чтобы на него цеплялись какие-то устройства. В сущности тут четыре. Сенсор, который будет источником логических нажатий на клавиши, два реле и еще один сенсор уровня качества сигнала. А вот так идентифицируются в MQTT нажатия на клавиши. Слева однократные, справа двойные, на левую и правую и обе клавиши одновременно. Но по факту использовать получится только сингл клики. В Home Assistant появится сразу два сенсора, клик и экшен. Название событий в них разное, например Left и Single Left соответственно. Каждое нажатие приводит к переключению состояния реле. Интеграция поддерживает не только перевод клавиш в логический режим работы, но и переназначение ее на любое реле выключателя. Для этого в топик выключателя, в субтопик System Set отправляется операционный режим для каждой клавиши, в примере для левой. На первом слайде логический режим работы, на втором управление левым реле как по умолчанию, а на третьем управление правым реле и это работает. Может пригодиться, когда коммутация выполнена не на тот канал что хотелось. Вот так работает левая клавиша в логическом режиме, только генерация событий нажатия без влияния на реле, в то время как правая клавиша продолжает включать и выключать свое реле. Теперь настала очередь SLS шлюза, проверим все то же самое и на нем. В обзоре использована прошивка от 14 января 2021 года, в более старых прошивках есть некоторые отличия, так что имейте в виду. Подключение стандартное, шлюз в режиме добавления, на выключателе зажимаем клавишу. Еще раз напомню, это сбрасывает выключатель в заводские, в том числе прямое управление реле клавишами. После этого устройство появляется в общем списке, здесь же можно задать ему friendly name. Расширенная информация об этом устройстве на SLS выглядит так. Обратите внимание, что здесь выключатель не определяется как роутер, причем что данные об этом SLS шлюз получает прямо от самого устройства. На карте сети тоже линк конечного устройства. Мне кажется, что в zigbee2mqtt где-то допущена ошибка, что приводит к тому, что этот выключатель определяется как роутер. Здесь присутствует 6 вариантов событий, одиночное нажатие и удержание каждой из клавиш и двух клавиш одновременно. Режим отвязки от клавиш тут работает по той же логике, что и в zigbee2mqtt, только путь к топику чуть короче, без систем. Клавиши могут быть и отвязаны, и назначены как на свое, так и на соседнее реле. Как я и сказал, это один из самых ходовых гаджетов для умного дома. Главным плюсом можно отнести логический режим работы, такого я вообще нигде, кроме какого Acara не встречал. А также возможность работы без нулевой линии при этом управляет достаточно мощными нагрузками до 800 ватт на канал. А главным же минусом конечно является квадратный задник под подрозетник 86 на 86 миллиметров. Acara уже давно обещает выпустить выключатели под привычные нам круглые подрозетники, но пока дальше обещаний дело не зашло. На этом все, если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Также напоминаю, что все интересные новости, обновления, а также купоны и акции на товары умного дома, вы можете прочитать в моем телеграм-канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok